Упражнения не сжигают жир, только диета. Как много таких умников в комментариях. Ребят, ваши высказывания вот эти вот, па-ба, были актуальны лет 15 назад, когда народ реально не врубался, что нужно делать. И каждый обыватель был уверен в том, что для того, чтобы убрать живот, нужно качать пресс. Вот тогда это действительно вот такие комментарии могли бы там в ступор просто человека ввести. Как не влияет. На самом деле сегодня уже другое время, и этой информацией владеет уже, по-моему, каждый школьник. Ну а теперь давайте поговорим действительно о том, работают ли тренировки в жиросжигании, в процессе жиросжигания или всё-таки нет. Ну, во-первых, если вы хотите накачать пресс, то вам нужно качать пресс. Если вы хотите сделать из жирного живота, живот сухой с кубиками пресса, то вам нужно качать пресс и при этом соблюдать правильное питание. Если вы будете только диетиться и будете игнорировать тренировки, в том числе и на пресс, после того, как вы похудеете, ну, какой-то пресс у вас всё равно будет, потому что он физиологически у вас присутствует. Но вопрос в том, насколько красивый, как и, в принципе, все остальные мышцы. Второй фактор – это включение в работу большого количества мышечных клеток. Каждая мышечная клетка – это своеобразный резервуар, энергетическая станция, которая способна пережигать калории. Чем больше мышечных клеток вы включаете в работу, тем больше калорий в перспективе вы тратите. Поэтому тренировки имеют непосредственное отношение к ускорению вообще в целом обмена веществ и к жиросжиганию. Третий фактор – это выработка полезных гормонов, в том числе соматотропина, который оказывает непосредственное влияние к жиросжиганию. Без тренировок такого количества соматотропина, такого выброса, вы никогда не добьётесь, как с активными продуктивными тренировками. Поэтому всё должно делаться в комплексе. Никто не говорит, что нужно качать пресс, и есть при этом эклеры. Но вот эти вот ваши... Папа! Про то, что жир сжигает только диета, они абсолютно необоснованные. И не имеют ничего общего к реальности. Кроме того, вы, ребят, вводите людей в заблуждение, которые читают ваши комментарии и частично хотя бы даже задумываются, а может быть это правда. Поэтому и рекомендую всем тренироваться, заниматься спортом не реже трёх раз в неделю, и при этом корректировать своё питание. Вот тогда вы трансформируетесь максимально качественно. Ссылки на все мои программы тренировок, на все полноценные курсы с планами питания, которые уже доказали свою эффективность, вы найдёте в описании к этому ролику. А я желаю вам всем добра, позитива, всегда думать своей головой и анализировать то, что вы пишете или читаете. С вами был Александр Добромиль, пока!